Доброе утро, слава Господу. Я сейчас, когда слушал песни поклонения, думал о том, что это время, которое мы проводим в Слове, мы не просто больше узнаем о Библии, больше узнаем о Слове Божьем, мы не просто ободряемся, но мы на самом деле обнаруживаем, находим обеспечение для своей жизни в этом Слове. Это благодать на каждый день. Я нахожусь здесь, как мне жить, как мне выходить из ситуации. И вчера я думал, наверное, для меня сложнее всего бороться с определенной такой группой мысли, я бы сказал, на определенную тему. И, возможно, для меня это больная тема. Когда приходит атака, это такая навязчивая мысль, и она начинает крутиться в голове. Я думаю, как мне выйти из этого? Потому что я не хочу застревать в этом. И в послании к Ефесянам, пятой главе, знаете, я просто читал этот стих и нашел обеспечение. Это было такое облегчение, это было такое переживание благодати. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас. Приношение и жертву Богу, благоухание приятное. Когда эта мысль, навязчивая мысль, она приходит, я уверен, что бывают разного рода такие навязчивые мысли, как жвачки. Они прилипают и не хотят уходить из нашей головы. Возможно, это, я не знаю, обеспокоенность из-за какой-то ситуации, может быть, какая-то обида в отношениях с кем-то, какая-то проблема. Но характер этой мысли такой, он не хочет уходить. Он хочет застрять в нашей голове. И как можно больше освободить место для себя в нашем уме. Слово «живите» здесь, во втором стихе, и «живите в любви» в оригинале — это очень интересное слово. Его дословный перевод такой — «ходить вокруг» или «прогуливаться». Я думаю, когда я сталкиваюсь с этой жвачкой, духовной жвачкой, которая не хочет отлипать, я привожу себя в другое место. Я привожу себя в место, где Бог начинает рассказывать мне. Вот прям как во втором стихе. Как и Христос возлюбил нас, предал себя, приношение, в жертву Богу, благухание приятное. И всё это описание того, как Бог сделал всё, и как Он сделал красиво. Описание, как Он проявил свою любовь, как Он доказал свою любовь. Описание Его любви. Я хочу ходить вокруг этого. Я хожу круг за кругом, круг за кругом, чтобы принять, чтобы получить от этого места другую мысль, за которую я смогу держаться на протяжении всего дня, двух, недели, возможно, годы. Но я верю, что в этой мысли будет освобождение. В этой прогулке есть освобождение от навязчивых мыслей. Знаете, я не врач, не психолог, но очень много раз наблюдал, как люди, которые приводят себя в это место, они освобождаются от навязчивого состояния. Однажды мне поставили такой диагноз. Невроз, навязчивое состояние. И, наверное, может быть, для кого-то это звучит как тупик. Люди не знают, как выйти откуда. Я на все 100% уверен, что вот эта прогулка с Богом вокруг Его повествования о Его любви — это самый простой, но самый эффективный способ выйти из этого. Никакая навязчивая мысль, ничто, даже самое липучее не останется в нашей голове. Бог выветрит это, Бог заменит это самыми лучшими мыслями о себе. Это будет освобождение. Знаете, самая замечательная среда, на которой Бог хочет нас пасти, вести, это среда Его любви. Мы просто гуляем, гуляем по этому паспищу, гуляем вокруг, снова и снова, и принимаем благодать, получаем покой и успокоение. Аминь. Аминь. Мы гуляем и принимаем благодать, гуляем вокруг Слова, и Он все совершает. Спасибо, пастор Самир, замечательное слово было. Отец наш Небесный, мои благодарны Тебе в это утро. Благодарим Тебя за песнопение, благодарим Тебя за это слово, которое услышали, благодарим Тебя за жизнь каждого святого, ибо Ты – жизнь такого человека. И мы уверены, что Твоя жизнь, она всегда совершает победу. А мы гуляем с Твоим Словом и наслаждаемся. Благослови. Сейчас это слово во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Сегодня у нас 42-е слово посвящения по посланию к Ефесянам, 5 главе. 41-е слово посвящения делал пастор Микаил Селин. Это было вчера. Замечательное слово, одна из характеристик Иисуса Христа и нашей жизни – это новый человек, новое творение. Слава Господу. Замечательно. Итак, сегодняшнее слово посвящения. И мы с вами прочтем с 8-го стиха по 14-й стихею. Вы были некогда тьма. Ну да, он нас оттуда и достал. Только он. Послание к филиппийцам, 2-я глава, 1-й, 2-й, 3-й стихи. Мы были мертвы по преступлениям и грехам нашим. Мы были под властью предложений, влияния князя, господствующего в воздухе. Это оставляло в нас очень много мусора и мыслей. И мы сами не могли выйти из этого. И написано в 4-м стихе 2-й главы «Но Бог...» Вот когда мы верующие с вами, эта фраза звучит очень легко. Мы доверяем Ему. Мы воспринимаем каждый день, но Бог. Каждую ситуацию, но Бог. А потом вообще получается так, как записано во 2-м послании к Коринфянам, в 12-й главе. «Я лучше буду хвалиться своими немощами». 10-й стих. «Чтобы твоя сила пребывала во мне». Иисус так и делал. «Я ничего не делаю сам, а только то, что услышу и увижу Отца делающего, я это сделаю». Такая хорошая расстановка акцентов в нашей жизни. Является такая жизнь пассивной? Ой-ой-ой, нет. Ещё какая активная, потому что Иисус через нас говорит, Иисус через нас действует. Потому что мы и наша жизнь поменялась. Это когда-то, некогда мы были тьмой. А теперь мы свет в Господе. Хорошее укрепление. Прямо с утра. И каждый час. А теперь мы с вами жизнь Господа в Господе. Свет в Господе это его жизнь. Поступайте как чадо, живучие этой жизнью Господа. По слову его сам Бог. И слово стало плотью и обитало среди нас. И мы говорим, да, и обитает среди нас и среди меня. Мы чада света царства. Девятый стих. Потому что к чему относится это? Потому что вы поступаете, вы уже чадо света. Поступайте. Потому что в вас производится плод духа, плод света. И этот плод состоит из-за всякой благости, благодати, милости, прощения, любви в праведности Иисуса Христа. и в его истине. Десятый стих. Испытывайте, то есть являйте то, что благоугодно Богу. Мы являем это трех уровневое. Внутренне себе мы являем то, что благоу... Мы выбираем Божье. Как Самарянка сказала, дай мне этой воды. Как Никодим сказал, я хочу родиться свыше. Как тот в пятой главе, мы говорили вчера, немощный, 38 лет в болезни. И у него такая мысль, все оставили меня, человека рядом со мною нету. И вдруг тот, кто с ним, Иисус Христос, говорит, и он под воздействием Духа Святого откликается. Иисус ему говорит, встань, возьми постель и ходи. И он пошел. Это и есть то самое Перипаттео. Причем куда бы он ни шел, он везде будет встречаться с Христом. Обратите внимание, куда бы вы ни шли сегодня, о чем бы вы ни разговаривали, вы можете посмотреть на это с того, что с той точки зрения, а ведь он со мною. И у меня для этой ситуации есть очень хороший выбор. Вот слова Христа, вот Библия, вот план, по этому плану я могу искупать это время, по этому плану я могу рассказывать об этом искуплении кому угодно, по этому плану. это и есть явление благоугодного действия Богу. Вообще так интересно я сегодня читал два раза в посланиях Павла используется слово поэма. во второй главе послания к Ефесянам это мы поэма, мы его поэма. Для того, чтобы воспринимали его призывы, воспринимали его обеспечение и силу и действовали, мы были созданы, это поэма, для добрых дел. Это его добрые дела, потому что я должен понимать, что его дела я могу выполнить точно так же, как и спасение не от дел человеческих, чтобы никто не хвалился, а дела, которые он предлагает, это всегда вызывает хвалу Господу. Итак, я говорил некоторое время назад три уровня этого явления благоугодного Богу. Уровень внутри себя я выбираю, это мой выбор. То, что Бог предлагает, а Он предлагает каждый день. Например, каждый день в нашей церкви у нас имеется слово посвящение. И когда мы планировали это с пастором Нурланом, то постепенно мы обнаруживаем, как это развивается. Я уверен, что это будет развиваться и дальше. И эти слова посвящения будут в семьях, в церквах. это очень важно, это наша новая культура, культура восприятия любви. Второй уровень. Мы с вами являем благоугодное Богу для людей. Они смотрят на то, чем мы занимаемся. ведь для нас известно в нашей жизни самое лучшее, чем прочесть толстую книжку под названием инструкция к тому, чтобы использовать какой-то предмет. Нам лучше посмотреть, как им пользуются. Сразу же все понятно. мы живем в этом мире и используя данные нам Бога, мы делаем выбор в отношении того, что Он предложил. И это видно другим людям. И те, которые были во тьме, они начинают видеть две вещи. по крайней мере. Первое есть жизнь совершенно другого масштаба, уровня, чистоты. Второе, а моя жизнь, которой я до этого жил, она тоже просвещается этим светом. это не то, что сказал. Посмотрите, в Евангелии от Иоанна Иисус по этому поводу так замечательно говорит Евангелие от Иоанна 3 глава. Мы с вами знаем очень хорошо, как Иисус сказал откровение о любви Божьей к этому миру, к людям, живущим в этом мире. Ибо так вот, вот так через крест Голгофы возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Красиво, правда? А для нас, верующих, это вообще счастье большое. Я уже знаю характер Бога, правда? Так здесь написано «Я верю». 17 стих «Ибо Он не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него еще больше расширения. Я выбираю это, потому что тогда происходит чудо в нашей жизни. Мы здесь для того, чтобы воспринимать Спасителя, который не осуждает этот мир, но желает спасти. и мы его паэма, которая действует именно в этом русле. И те люди, которые окружают нас, становятся теми, кому Бог желает рассказать о своей жертве для них, ради них. Удивительно. А третий уровень вот этого явления благоугодного Богу – это явление самому Богу. Итак, себе явление, я выбор правильно сделал, это видят другие, и третье – это видит Бог. Ну, конечно, можно и дальше расширять. Это и ангелы видят. Вообще мы, наша жизнь с вами является для ангелов университетом. Но давайте прочтем немножко дальше, что там происходит. Итак, сын был послан не для того, чтобы судить этот мир, но чтобы его спасти, или же чтобы мир был спасен через него. 18. Верующий в Иисуса не судится, а неверующий уже осужден. То есть Иисус пришел, он желает спасти всякого, идет на Голгофу за всех, никого не осуждает, но оказывается, что тот, кто не принимает Иисуса Христа уже осужден? Но давайте продолжим. Итак, человек, который не принял Иисуса Христа осужден. Он тьма, он живет во тьме. 8 стих 5 главы Ефесянам. Вы свет, тьма, и вы свет, мы с вами, и мы светим в эту тьму, а тот отказывается. Вот уже пять минут отказывается. Годы, может быть, пройдут, а вы светите, и из вас не исходит никакое осуждение. Все остальные, как вот тот человек, который был в купальне у овечьих ворот в Иерусалиме на празднике, 38 лет был болен, и он говорит, и у меня нету человека, который бы помог мне. Что ж такое у тебя за характер? И Господь к нему приходит. Это был тот день, когда этот человек захотел свет, захотел принять. Поэтому мы не осуждаем людей, мы для них свет, и мы являем этот свет, жизнь Иисуса Христа, новую жизнь, которая находится в нас, и она плодотворно сказывается, и эта плодотворность и на нас лично, на каждом из нас, а также я думаю, что я смогу разместить на Ютьюбе выступление замечательного брата в нашей церкви Эльдарчика, как он вчера пел. Вы знаете, это ведь и его выбор тоже. А ему очень мало лет. Он, наверное, в следующем году в школу пойдет. И что получается? Родители смотрят и его, и другие. они слышат, как этот человек поет «Я знаю, Христос любит меня». И тогда одиннадцатый стих происходит так, что есть рядом с нами мир, в котором очень много дел тьмы. Эти дела тьмы оказывали на нас влияние, когда мы были тьмой. Когда мы стали светом, у тьмы есть та, которая уже осуждает себя, есть влияние и замыслы оказать на нас давление, чтобы мы возвратились в тьму. Мы чадо благодати, и мы спасены, но можем и поддаться. Не надо это делать, не надо. Но если поддались, тогда что? Тогда нужно быть там, где светит жизнь Иисуса Христа. И тогда легко избавиться от охватившей тьмы. Здесь написано «Сами вы не участвуете в делах тьмы, но обличаете слово «обличаете элегхо» – это убеждать с твёрдыми доказательствами. Ну, конечно, они и в песнях, и в жизни, и в нашем разговоре, и в нашем отношении мы с вами являемся теми, через кого Дух Святой проводит своё обличение. Он вещает о благости Бога, он вещает о примирении Бога, который говорит «примиритесь». Но вот брат или сестра, которые искуплены уже, и у них происходят сложности. Когда мы рядом, уже происходят удивительные воздействия. в одной из стран на Западе есть пословица. Если ты с утра встретил пастора, считай, что у тебя весь день потерян. И я так думал, а почему? Ну, я уже во свете. Как это потерян, когда это, наоборот, большая радость? Да, эта встреча со светом производит в другом человеке, который радуется тьме, в которой находится. И если он был спасен, возвращайся, возвращайся. Наша жизнь, говорим мы об этом или не говорим, но живем Евангелие, она оказывает большое воздействие и на наших братьев и сестер. Поэтому, если по какой-то причине человек не приходит в церковь, начинайте светить жизни Иисуса Христа любовью, позвонить, зайти, ободрить, а Дух Святой свое дело сделает. Он обличит, убедит, предоставит твердые доказательства. Это и есть обличайте. 12 стих. Ибо о том, что они, которые заблудились, что они делают тайно стыдно и говорить, А и не надо говорить. Нужно молиться за этого человека и сотрясать его жизнь этим светом любви, радости и покоя, которые имеются в нас. 13 стих. все же обнаруживаемое наш свет и когда в другом человеке вдруг происходит рецидив тьмы, та тьма для него становится явственной, а цвета становится понятно, зачем я занимаюсь таким действием. Зачем? «Ибо все делающееся явным свет есть». И я так подумал, но это же тьма, дела тьмы. Да, только они теперь явно человеку, который поддался этой тьме. и он желает выбраться из нее. Ему нужно слово ободрения, и мы рядом, чтобы послужить. И вот 14 стих очень важная фраза, загадочная фраза. Ну, давайте я ее сначала прочту. поэтому сказано «Встань спящий и воскресни из мертвых и осветит тебя Христос». Нету такой фразы в Библии? Или есть? когда мы смотрим на смысл этой фразы, да он в каждом из нас. Когда-то мы, приняв Иисуса Христа, в какой-то момент заснули успокоившиеся в этом мире. И в этих словах говорится «Встань спящий». Разве не так произошло с Петром в 21 главе Евангелия от Иоанна, когда он и все братья пошли на рыбалку и ничего не поймали. И как появился Иисус Христос на берегу. И через некоторое время Иоанн, богослов, понял, что там это Иисус находится. И какой свет пошел и передался Петру. Петр, который был измучен тем, что в его жизни произошло во взаимоотношениях с Иисусом, он подумал, что все, он потерял спасение. И Иисус пришел ко всем и особенно к нему лично, чтобы вызволить его из той беды, плоти и тьмы, которая издевалась над ним и сеяла вражду между ним и Иисусом Христом. Встань, спящий, ты что там свою постель сделал в аду? Воскресни из мертвых! Колоссянам 3 глава 1-2 стих, где говорится, если вы воскресли, а вы воскресли, то тогда вот что ваши действия такие, ищите горнего. Хорошее ободрение. Это и есть та же самая песня Эй, заснувший, заснувший в этом мире, а ты принадлежишь уже к Господу. Это как воскресенье, Лазаря, Лазарь, выйди вон. Ты не принадлежишь миру умерших. Ты живой в Иисусе Христе. А вообще эта фраза, я смотрел различные предложения, что вот может быть и эта фраза, может быть и эта, но неудовлетворительные были предложения. Но вот одна фраза похожа, это книга Исаии, 60-я глава, 1-й стих. Я переведу ее непосредственно, как она звучит, но иврит я не знаю, но те слова, которые в подстрочнике фразы на иврите идут, они звучат так, восстань, сияй, ибо на тебе взошла слава света Яхве. Ну, ты чего? Восстань! Здесь написано «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осияет тебя своей славой Христос». переведем Христос на иврит, Мессия, дальше раскроем, а кто такой Мессия, читаем имя Иисуса и Иешуа, Яхве спасающий. Как интересно. Мне нравится это. Христос, того человека, которого Он спас, Он не оставляет. Он голова тела Христова Церкви, и Он посылает людей, убежденных, являющих жизнью Иисуса Христа, к этим людям, которые потерпели некоторый крах в своей жизни как верующего. А потерпев крах, они уже думают, что всё, на этом мои взаимоотношения с Иисусом, как Пётр, закончились? Нет? Они продолжаются. И кроме того, то, что было твоим проигрышем, Римлянам 8 глава, 28 стих, когда ты любишь Бога, то ты понимаешь, что даже там, где ты терпел ужасное поражение от тьмы, это послужило в твоей жизни к пользе, к победе Иисуса Христа там, где у тебя было поражение. Поэтому Иисус убеждает апостола Павла во втором послании к Коринфянам в 12 главе 9 стихе «Павел, ты перестань, жалоба плати тебе нужна, оно приводит тебя к молитве, оно приводит тебя к состоянию, где только во Христе ты можешь жить победоносной жизнью». Интересно, послание к Ефесянам одно из четырех посланий, которые обозначены как послания написанные из тюрьмы, тюремные послания. Послание к Колоссянам образ Иисуса Христа как главы церкви. Послание к Ефесянам образ Иисуса Христа как тело церкви. Послание к филиппийцам образ жизни христиан, практическая христианская жизнь в Иисусе Христе победоносна. Я все могу в укрепляющем меня Христе. Послание к филимону это образ жизни Иисуса Христа, христианской жизни среди язычников. Все четыре послания тюремных они таким образом высвечивают эту яркую любовь Иисуса Христа к нам. Кто мы такие? Он видел нас, Он нашел, как Закхея. И он говорит в девятнадцатой главе Евангелия от Луки в десятом стихе. Вот миссия его, как миссии первого пришествия. Это миссия такая. Сын человеческий пришел, чтобы искать и найти погибающее. Он нашел и спас нас. Встань спящий и воскресни из мертвых. Ты не принадлежишь тому миру. Обнаружь, что Иисус освящает тебя и позволь ему, чтобы он светил своей жизнью все время. встань. И первое послание Иоанна, пятая глава, восемнадцатый стих, победоносный стих. Мы чадо Божье. А девятнадцатый стих. А вот что происходит с миром. Весь мир лежит убаюканный возле. Спит. А мы с вами чадо Божье имеем власть подходить и разговаривать со спящими в этом мире и предлагать им удивительную работу Иисуса Христа, которую он может сделать над ними, и они станут его поэмой искупительной жертву Иисуса Христа. Встань, спящий, воскресни из мертвых и осветит тебя Христос. Отец наш небесный, мы благодарны тебе за это чудо новой жизни, нового мышления, нового восприятия. мы благодарны тебе, Господь, за те отклики, которые ты нам даешь. Мы откликаемся на твои предложения, призывы. Слава тебе! Благодарим тебя за церковь твою, благодарим тебя за твою любовь. Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Примите его в вашу жизнь, не пожалеете. Принимая Иисуса Христа, скажите простую молитву. Дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, приведи в живую церковь, научи твоему Слову, даруй благодать, прощай, убеждай, поднимай, если упаду. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Иисус Христос,